Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире радио Асад Чикаго, у микрофона Сергей Сосновский. Леонард Машину. Так называется сегодняшняя колонка нашего главного редактора Александра Этмана, которую он мне предоставил для того, чтобы я сегодня для вас её озвучил. С неё мы и начнём. Леонард Машину. На прошлой неделе я поздравил с 76-м днём рождения чудесного Билли Кристалла, чью очень трогательную и очень смешную книгу мне в своё время повезло перевести. Называется она «Семьсот воскресений», потому что именно столько Билли довелось провести со своим отцом, скоропостижно скончавшимся в 54 года от разрыва аорты. В книге, которую Кристалл переделал в моноспектакль и выиграл с ним Тони, актёр вспоминает не только отца, но и всех членов своей семьи. Его дедушки и бабушки приехали в Америку из Литвы, Австрии, Украины и России. В отрывке, который я выбрал для выходного чтива, речь идёт о его тётушке Шиле. И не только о ней. Герои, кстати, вовсе не должны обязательно выглядеть идеально. Они могут перебарщивать с косметикой и делать себе прическу, похожую на сахарную вату. Как, например, моя тётушка Шила. Она героическая, на мой взгляд, женщина. Она – железная леди. Некоторые люди считают, что она слишком много говорит, и это действительно так. Но я ценю это её качество, потому что говорит она всегда только правду. Порой людям не нравится эта правда, особенно когда эта правда касается их. Она живёт в Бокаратоне, штат Флорида. Это естественно. Бокаратон – идеальное для неё место проживания, потому что в переводе с испанского название города звучит как «род крысы». Она живёт там десятилетия, но никогда не загорала, потому что она всегда находится внутри дома и разговаривает по телефону. Недавно она прошла через кое-что очень серьёзное. Через это трудно пройти, но она прошла. С честью и достоинством. Алё, алё, Рива? Как дела, дорогая? Я получила твоё сообщение. Мы были в кино, решили посмотреть «Страсти». Ты знаешь, чьи? Христовы. Рива, я должна тебе признаться, я была возмущена. Нет, не потому что распяли. Нет, фильм как раз-таки ничего. Дело в том, что попкорн стоил 7 долларов. Леонард сказал «Увидишь, они в этом ещё обвинят нас». Подожди минуточку. Леонард, подай машину. Леонард, подай машину. Подай чёртову машину. Просто пойди к машине, сядь в неё и подвези её сюда. Я не могу ходить, я устала. Алё. Нет. Он... Он я... Короче, ему немного в ссоре. Потому что он мне солгал. Он купил кое-что, что увидел в одной из этих, ну ты знаешь, телевизионных реклам, он купил один фильм за 19 долларов и скрыл его от меня. Он не хотел, чтобы я увидела его. Но я увидела. Там девочки, которые, ну ты знаешь, приезжают сюда во время весенних каникул потрясти своими сиськами. А я и не знала, что он купил этот фильм. А он вёл себя странно. Он запирался в комнате с этим сисястым фильмом и часами не появлялся. Минуточку, подожди, пожалуйста. Леонард, может у тебя не работает рука не из-за литерального эпидеконделита? Короче, Рива, я врываюсь к нему в комнату и я говорю, 19 долларов за эти сиськи? 19 долларов за сиськи? Я задираю блузку и кричу, смотри, эти можешь иметь совершенно бесплатно. Он говорит, нет, спасибо. И на следующий день заказывает продолжение этого фильма. Леонард, поставь машину в гараж, пожалуйста. Поставь её, я слежу за тобой, Леонард. Алё, алё, Рива? Рива, алё, 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 а ты здесь? Я испугалась, что потеряла тебя. Мы уже дома. Я подошла в то место, где телефон никогда не работает. Знаешь, в коридоре напротив портрета мамы, Леонардо. Ну, слава богу, он ушёл. Теперь слушай. Я должна тебе кое-что рассказать, Рива. Но ты должна мне обещать, что не начнёшь психовать. Нет, просто обещай мне. Окей? Джулия вышла замуж, Рива. Ты обещала, что не будешь психовать. Тогда не обещай того, чего не можешь выполнить. Что это такое? Послушай, я знаю, что она тебе, как они говорят, крестница. Но помни, что она также моя единственная дочь, поэтому дай мне рассказать тебе эту историю. И обещай, что ты не будешь психовать, окей? Ну, ты знаешь, что у неё всегда были эти бойфренды, но она так и не вышла замуж, потому что была излишне придирчива. В каждом она находила что-то такое, что её раздражало. Помнишь? Окей. Пять лет назад она приехала сюда и говорит. Присядьте. Мы присели. Я гей. Да нет, Рива, не я гей. Она. Вот так ты следишь за моим рассказом. Да. Твоя крестница гей. Я чуть на пол не упала. И говорю. Что, правда? Ты уверена? Может, это просто жизненная фаза? Ну, ты знаешь, может, это как танец Макарена. Мода проходит, мода уходит. И никто о ней не вспоминает. Но она говорит мне. Нет, мама, нет. Я думаю, что я всегда была такой. Да, с тех пор, как помню себя. Спрашиваю. Что? Она говорит. Да я просто не знала, кто я. И теперь я знаю и вам об этом говорю. Я свободна. Я говорю. От чего ты свободна, дорогая? Она говорит. От лжи, тайн, секретов. Не надо больше бояться, прятаться, переживать. Это я. И я чувствую себя прекрасно. И хочу, чтобы так же чувствовали себя вы с папой. Но что ты будешь делать? Это же моя дочь. Ей тяжело. Поэтому я сказала. Послушай, дорогая. Мне наплевать, кто ты. И я люблю и уважаю тебя даже больше, чем прежде. Потому что ты нашла в себе силы сказать это нам. Ты моя дочь. И я буду любить тебя всегда. Я думала, что справилась с этим более-менее достойно. Но наш шмендрик не смог справиться с этим более-менее достойно. Нет, Леонард очень рассердился, услышав эту новость. Он ничего не сказал, но его лицо налилось кровью. Ну ты знаешь, когда его глаза начинают вываливаться из орбит. Лицо краснеет, и он становится похож на эти вишневые помидорки. Вишневые помидорки? Ну ты знаешь. Ну эти маленькие, твердые, рива. Помнишь салат-бар в Авентуре, куда мы любили ходить? Там в салаты кладут эти вишневые помидорки, которые разрываются во рту. Короче, ладно, помидорки не очень хорошее сравнение. Вот, его лицо становится похоже на попу бабуина. Знаешь, такая красная попа у них. Помнишь, мы ездили в Parrot Jungle и видели там этих краснозадых обезьян? Вот такое у него было лицо. Когда я вижу у него такое лицо, есть только одна фраза, которую я могу ему сказать. Леонард, подай машину. И мы сели в машину и стали ездить взад-вперед по аллигаторовой аллее. И разговаривали, разговаривали. И он все повторял одно и то же. Шила, как она могла мне это сделать? Как она могла мне? Я сказала Леонард. Она ничего не сделала лично тебе. Не делай из себя главного страдальца. Почему ты делаешь из себя главного страдальца? Он сказал, ты не понимаешь. Когда Джулия была маленькой, мы постоянно играли в свадьбу. И я всегда говорил ей, Джулия, запомни. На твоей свадьбе ты и я танцуем первый танец под Sunrise Sunset. Из Скрипача на крыше. И теперь она... Да, Рива, из Скрипача на крыше. Что, есть какой-то другой Sunrise Sunset? Нет, Рива, тот самый Sunrise Sunset. Кошмар какой-то. И он говорит, и вот теперь этого не будет. Она наша единственная дочь, и я узнаю, что она гей, и я больше не хочу даже с ней разговаривать. Я говорю, ну что ты такое несешь? Никогда больше не говори так. Я психовала, но внутри Рива. Я была очень расстроена тоже. Потому что давай начистоту. Она у нас единственная дочь, и на нашей улице мы с Леонардом единственные, у кого нет внуков. У них с Джулией были очень натянутые отношения все эти годы. Рива, я понимаю. Пойми и ты. Вот я тебе и говорю. Но сейчас, месяц назад, Джулия звонит из Сан-Франциско и говорит. Присядьте. Я должна вам кое-что сказать. Мы присели. Я говорю. Окей. Что случилось на этот раз? Она говорит, я выхожу замуж. Я говорю. За кого? За Оливию, говорит она. Я говорю. За Оливию? Я думала, Оливия это твоя домработница. Потому что, как я не позвоню, трубку снимает именно Оливия. Джулия говорит. Нет. Она мой партнер. Рива, нет. Так они называют друг друга. Они называют друг друга партнерами. Вы должны приехать, продолжает она. На Валентинов день мы сыграем свадьбу. И для меня это очень важно, чтобы вы приехали. Я не представляю себе свою свадьбу без тебя и папы. Я говорю. Конечно, мы приедем. Какие разговоры? Я и папа будем там. Передай мои поздравления Оливии. Мы любим вас обеих. Я думала, что справилась с этим более-менее достойно. Но наш шмендрик не сумел справиться с этим более-менее достойно. Нет. Леонард не на шутку рассверепел. И он стал вопить. Я не поеду, я не поеду. Я сказала. Поедешь. Не поеду, закричал он. Поедешь, сказала я. Не поеду, взвыл он. Поедешь, сказала я. Короче говоря. Я приготовила для него коктейль Джуди Гарланд. Девять таблеток сиконала, пол-литра водки, положила в клетку и сдала в багаж. Прилетаем в Сан-Франциско. Я никогда не бывала там прежде. Там очень красиво, ну ты знаешь. Там очень много геев. То есть, по-настоящему много. Как в Старбаксе. На каждом углу. Мы отправляемся в Сити-Холл. Их женят по всем правилам. И все их друзья присутствуют. Симпатичные девушки. Очень симпатичные. Оливия работает учительницей и преподает в третьем классе. Боже мой, конечно, они разрешают ей работать учительницей. Рива. Это ж не заразная болезнь. Потом в процессе церемонии они зачитывали письма, которые написали друг другу. И это Рива было прекрасно. О том, как они встретились, полюбили. И чего они хотят друг от друга. И что обещают на всю оставшуюся жизнь. Они смотрели друг на друга влюбленными глазами. И это все было просто чудесно. У меня даже навернулась слеза. Но в конце они... Нет-нет, дорогая. Они не наступают на бокал и не кричат лихаем. Нет. Это не еврейская церемония. Это лесбиянская церемония. Словом, в самом конце они поцеловались. Рива это был настоящий поцелуй. Мальчик-девочка. Ну а потом была свадьба. Родители Оливии взяли все расходы на себя и пригласили гостей в свой дом. Очень, кстати, красивый. В месте, которое называется Напа. Там делают вино. Ее папа очень богат. Ну то есть, там реально много денег. Он в ювелирном бизнесе. И все их друзья приготовили еду. Не заказали, а именно приготовили сами. Я тебе должна сказать, Рива, это была самая вкусная еда, которую я когда-либо ела. Мы с тобой можем не соглашаться с их взглядами на жизнь и семью, но, Рива, эти лесбиянки умеют готовить. Я съела ребрышко с кандализой райс, и это было божественно. Мясо буквально само сваливалось с кости и таяло во рту. Что? Что я такого сказала? Что я сказала? Я такое сказала? Я сказала басмате райс. Нет? Я сказала кандализа? Нет, ты серьезно? Я сказала кандализа райс? Что ж, наверное, я думала о ней недавно. И вдруг ведущий свадьбы объявляет. А теперь, леди и джентльмены, просим аплодисментами поприветствовать молодоженов и пригласить их на танцевальную площадку. Итак, первый танец. Джулия и Оливия. Окей. Догадайся, какая начинает играть мелодия. Sunrise Sunset. Да, я остолбенела. Я не верила своим ушам, Рива. Вот моя дочь, танцующая на своей свадьбе со своим мужем под эту музыку. Я ненароком взглянула на Леонардо и испугалась, потому что увидела лицо, как две капли воды, похожие на попу Бабуина. С той лишь разницей, что на попе у Бабуина нет глаз. А тут они были, хотя уже вываливались из орбит. Короче, Леонард вскакивает, отшвыривает стул и убегает из-за стола. Прямо на танцевальную площадку. Он подходит к Джулии сзади. Она его не видит. Он кладет ей руку на плечо. Она оборачивается, видит его лицо и спрашивает, что случилось, папочка. Он говорит, можно тебя пригласить на этот танец. И он начинает вести ее. Нет, я все еще говорю с тобой, Рива. Просто я немного расчувствовалась. Они танцуют, танцуют. Он ведет ее сначала направо, потом налево, потом закручивает ее, потом еще и еще. И у них получается очень красиво. Все смотрят как завороженные. Потому что Леонард, ну ты знаешь, он толст, но у него все еще легкие ноги. Когда я смотрела на них, кружащихся в этом танце и смеющихся после всех этих тяжелых лет. Рива, я должна сказать тебе, Рива, я поняла. Я поняла, что люблю этого толстяка, маленького лысого толстяка, который дает исключительно 11% чаевых. Я тоже встала и пошла танцевать с Оливией. Рива, я клянусь тебе, я сделала это. И потом еще танцевала с ее матерью. А потом ее отец танцевал с Леонардом. И раньше, чем мы успели это осознать, там началась лесбиянская вечеря. Рива, это была такая картина. Леонард, танцующий со всеми этими лесбиянками. Я клянусь, что если бы кто-нибудь снимал все это на камеру, и потом продавал бы фильм за 19 долларов, я бы купила его ему. И ты знаешь что? Это была самая лучшая свадьба, на которой я когда-либо была. Это было что-то совершенно особенное. Что ты имеешь в виду? Считается ли это? Конечно, это считается. Они расписались в сити-холле официально. Она сказала «да», и она сказала «да», и они поцеловались. И мы ели торт. По мне, так это свадьба. Рива, ты не имеешь права так говорить. Ты не можешь говорить мне, что свадьба моей дочери не была в самом делешной свадьбой. Тебя там не было. Они любят друг друга так же, как ты любишь своего Херби. Ты не можешь говорить мне такое. Алло, алло, Рива, я тебя теряю. Я теряю тебя, Рива. Тетя Шила поворачивается и видит, что снова стоит перед портретом мамы Леонардо. Здесь телефон практически никогда не ловит сигнал. Она с ненавистью смотрит на портрет и кричит. Это была самая настоящая долбанная свадьба. Тебе понятно? Паснолиция перегоршня говна. И она считается. Алло. Ой, Рива, ты еще здесь? Это я не тебе. Я испугалась, что потеряла тебя. Нет, я просто говорила о том, как мы были счастливы за нее. Но послушай, это еще не все. Поздравь меня. Я скажу тебе почему. Меня распирает от этой новости. Мы будем бабушкой и дедушкой. Да. Они позвонили сегодня? Они адаптировали ребенка, девочку. Что, Рива? Конечно, она не лесбиянка. Ей восемь дней от роду. Дай ей время. Послушай, что с тобой происходит? Не топчи ногами мою радость. Они забирают ее на следующей неделе маленькую девочку с коричневой кожей и черными волосиками камбоджийского происхождения по имени Тиффани. Рива, что с тобой? Ты плачешь, Рива? Скажи мне, ты плачешь? О, это так трогательно. Теперь мы уже не будем единственными стариками без внуков на нашей улице. Нет-нет. Я люблю тебя тоже, Рива. Ты знаешь, что я люблю тебя. Ты любишь меня. Фар Роквей Хай Скул навсегда. Ну вот, ты заставила меня плакать тоже. Рива, ты знаешь, может, это и не то, о чем мечталась. Это не то, что я могла себе предположить, когда мне ее передали в роддоме, когда я стирала ее пеленки, готовила завтраки и проверяла уроки. Иногда жизнь складывается по-другому. Иногда иначе, чем ты планируешь для своих детей. Но знаешь, что? Это все-таки именно то, чего я хотела, потому что она счастлива. Все. Если они счастливы, а они так счастливы, что ей не описать. Так что? Так все. Слушай, мы уходим на ужин праздновать появление внучки. Вы хотите пойти? Я знаю, что сейчас 2 часа дня, но это уже время для ужина. Это Бокаратон, черт побери. Ах, ты уже поела. Рива, ты не психуешь, правда? Я же говорил о тебе. До свидания. Эй, Леонард, подай сюда чертову машину. Билли Кристал. Перевод Александра Этмана. Напоминаю, что вы слушаете радио Асад Чикаго. Поспешите подписаться на все наши социальные медиа. Это Свет Медиагрупп Фейсбук. Свет Коннект Флорида. Там же в Фейсбук. Это для тех, кто слушает нас во Флориде. В Инстаграме Свет Флорида в одно слово. И Свет Медиагрупп аккаунт. Естественно, продолжает работу наш сайт свет.ком. И номера телефона нашей рекламной службы. Это 847 477 7770 в Чикаго. Или 561 906 6442 в Майами. И спешу напомнить еще раз. Что мы рекламируем только тех наших партнеров, чьими услугами пользуемся сами. И вот в этих аккаунтах в Инстаграме или в Фейсбуке вы можете в этом убедиться. А мы продолжаем с рекламной подборкой для наших слушателей в Майами. Танда Танго. Танго и общение. Танда предлагает групповые и индивидуальные уроки танго, устраивает семинары, шоу и культурные мероприятия. Прекрасный зал можно взять в аренду. Для дней рождения, бар и батмитсв, торжеств или корпоративов. Винный бар работает со среды по субботу с 5 до 10 вечера. Хэппи-аур с 5 до 7. Адрес в интернете 3wtanda.us. Номер телефона 305 646 998. Адрес 1831 North East 123 улица. North Miami. Eastside Active Living. Первый российско-американский дом для пожилых во Флориде. Предлагает одноместное и двухместное размещение недалеко от океана. Полный пансион. Доктора на территории. Русскоязычный персонал и администрация. Ответственные и добрые медсёстры. Круглосуточный сервис для резидентов. Квалифицированные психологи. Физиотерапия. Отзывчивый обслуживающий персонал. Развлекательные и образовательные программы. Трёхразовое питание. Помогаем получить финансовую помощь от государства. Говорим по-английски, по-испански, по-русски, по-португальски и на-креольском. Наша цель – создать условия достойной старости для ваших пожилых родителей и родных. Адрес 1600 Таффт-стрит, Голливуд. Номер телефона 786 707 53 03. 786 707 53 03. Ресторан Осканели в Форт Лодердейл. Вкусное и крутое место для успешных и оптимистичных людей. Адрес 511 South East 5 Avenue. Номер телефона 754-200-5917. Возьму себе бутылочку боржоми, вина возьму и закажу шашлык. Харчо, сациви, бажи, пхали, гоми. Отказывать себе я не привык. Любимой кухней вкусом наслаждаясь, хинкали с чакапули уминал. В своих возможностях, ничуть не сомневаясь, еще и хачапури заказал. Аджарское, да-да, желтком наружу. Аджапсандал, и чтобы на каце. Вот так меня жена и обнаружила. С блаженную улыбкой на лице. Ресторан Осканели. Не обделите себя. Real Food Academy В Real Food Academy в Майами создали уникальные кулинарные классы для взрослых и детей. Сейчас в программы Real Food Academy входят кулинарный лагерь, субботние детские классы, занятия для мам и детей, а также вечерние курсы для взрослых. Также в Real Food Academy предлагают индивидуальные кулинарные занятия для особых случаев, таких как дни рождения или корпоративные мероприятия. Профессиональные повара разработают уникальное меню для вашего события. Вне зависимости от того, ищете ли вы новое хобби, дополнительное занятие для детей после школы или нарушить рутину, Real Food Academy станет для вас идеальным местом. Звоните 786 395 03 55 или бронируйте класс на сайте therealfoodacademy.com 5 Elements Medical Spa и Wellness Center Приглашаем вас в увлекательное путешествие в мир красоты и здоровья. Массажи, процедуры для лица, обертывания и скрабы, ботокс-филлер, морфей 8, сауна Lumeco, холодное погружение в джакузи, паровая комната, гималайский лаунж, рейки, акупунктура, огненное купирование. Звоните, чтобы забронировать место в косметическом раю. 954 531 0070 Адрес 1680 South East Third Court, Deerfield Beach Адрес в интернете www.5elementspa.com Greener Path Retirement Планируйте выход на пенсию заранее. Наша цель – позаботиться о вас и вашей семье, чтобы достичь целей с помощью финансового и пенсионного планирования с учетом вашей личной ситуации. Для частных лиц Управление состоянием, накопление на колледж, страхование и управление рисками, страхование жизни и трудоспособности. Для владельцев бизнесов Групповые пенсионные планы, инвестиции и все сопутствующие услуги, включая сравнение фондов. Звоните Моше Аронову. 212 776 1861 212 776 1861 Доктор Дмитрий Гительмейкер Терапевт, превентивная медицина, правильное питание, лечение ожирения, омолаживание. Огромный опыт работы. Выпускник престижных медицинских вузов, включая университеты Нью-Джерси и Бостона, Колумбийского университета и медшколы Гарварда. Говорит по-русски. Адрес 3800 South Ocean Drive, Suite 230, Голливуд. Телефон 305-771-0034 305-771-0034 Адрес в интернете www.gittelcare.com Это был рекламный блог для нашей стремительно растущей аудитории в Южной Флориде. А мы продолжаем с обзором американских и мировых событий. See you later, Alligator. Сотрудники полиции по охране окружающей среды изъяли 11-футового 3,35 метра и 750-фунтового 340 килограмм домашнего аллигатора по имени Альберт из дома в Гамбурге, штат Нью-Йорк. По словам офицеров, владелец дома соорудил пристройку к своему дому и установил в ней наземный бассейн для 30-летнего аллигатора и разрешал публике заходить в воду, чтобы погладить животное. Хозяин рептилии Тони Кавалара отмечает, что Альберт ни разу никого не укусил. Возможно, это объясняется лишь тем, что согласно результатам обследования ветеринаров, рептилия испытывает многочисленные проблемы со здоровьем, включая слепоту на оба глаза и осложнения с позвоночником. «Я безутешен», – сказал Кавалара, – «я отец Альберта, у меня отняли сына, он член моей семьи». Отец Кавалара рассказал также, что срок действия его лицензии на владение Альбертом истек в 2021 году, и он безуспешно пытался продлить ее в департаменте охраны окружающей среды. А там сообщили, даже если бы владелец имел действующую лицензию, публичный контакт с животным запрещен и является основанием для отзыва лицензии и перемещения животного. Вообще-то, Альберт – аллигатор в самом расцвете лет, они обычно живут до 60, но очень больной. Видно, папа Тони экономил на витаминах. Не дождетесь Ложное заявление о кончине короля Карла III было опубликовано в «База» и «Мэш» – двух популярных российских телеграм-каналах, после чего его подхватили другие российские СМИ, включая газету «Ру» и «Спутник», сопроводив новость фотографиями приспущенного в знак траура флага Великобритании на фоне Букингемского дворца, администрация которого сообщила российскому информационному агентству ТАСС «Мы рады подтвердить, что король продолжает выполнять свои рабочие обязанности и заниматься личными делами». То тарифами пугает В минувший вторник состоялся очередной тур Праймерис, не имеющий никакого значения, поскольку все уже ясно – Арена, Иллинойс, Флорида, Огайо, Аризона и Канзас. Во время предвыборного митинга в Огайо Трамп предупредил, что если он проиграет выборы 2024 года, то это станет кровавой баней для автомобильной промышленности США. Это замечание прозвучало вскоре после обещания Трампа ввести стопроцентный налог на автомобили, произведенные за пределами США, утверждая, что отечественное автомобилестроение будет защищено только в случае его избрания. Лагерь Байдена в ответ гордо сообщил, что в феврале она собрала 53 миллиона долларов и для тех, кто не понял, пояснил, что это свидетельствует о росте интереса со стороны доноров. Действующий президент столкнулся с чрезвычайно низким рейтингом одобрения и результатами многочисленных опросов, показывающих его отставание от Трампа в ключевых штатах. Глейзер. Кто следующий? 450 еврейских актеров, режиссеров, писателей, сценаристов и сотрудников Голливуда подписали открытое письмо с осуждением режиссера-еврея Джонатана Глейзера за речь, которую он произнес на церемонии вручения премии «Оскар» в этом году. Напомню, Глейзер получил «Оскар» за лучший международный фильм «Зона интереса» – картину о коменданте Освенцима и его жене, который строит дом мечты по соседству с Освенцимом. 94-летний бывший узник Освенцима Дэвид Шектер обратился к режиссеру. «Я с ужасом наблюдал за тем, как вы использовали трибуну церемонии «Оскар», чтобы приравнять маниакальную жестокость Хамаса в отношении невинных израильтян к трудной, но необходимой самообороне Израиля перед лицом продолжающегося варварства Хамаса». А в открытом письме, в частности, говорится «Мы возмущены тем, что еврейство используют для того, чтобы провести моральную эквивалентность между нацистским режимом, который стремился истребить расу людей, и израильской нацией, которая стремится предотвратить собственное истребление. Каждая смерть жителя Газы – это трагедия, но Израиль не нападает на мирных жителей. Его цель – Хамас. В тот момент, когда Хамас освободит заложников и сдастся, эта душераздирающая война закончится. Использование вами таких слов, как «оккупация» в отношении еврейского народа, защищающего свою родину, искажает историю. Своими словами, вы подпитываете растущую ненависть к евреям во всем мире – в США и в Голливуде. Нынешний рост антисемитизма только подчеркивает необходимость существования еврейского государства Израиль – место, которое всегда примет нас, не в пример всем государствам мира, которые не сделали этого во время Холокоста, изображенного в вашем фильме. Вторым составом Митинг-концерт, посвященный десятилетию захвата Крыма, прошел на Красной площади. Если в прошлом году сборная пропутинских музыкантов состояла из заслуженных динозавров – Лепса, Баскова, Газманова, Долиной и юного, но перспективного жаполиза-шамана, то на сей раз из прошлогоднего состава на сцену вышли только Полина Гагарина и Любе. Государственный академический хор имени Пушкина с энтузиазмом исполнил песню «Матушка Россия». Спели также порядком запылившийся Сергей Жуков, пародийная группа «Радио Тапок», Денис Майданов, Александр Ф. Скляр, Ирина Дубцова и рэпер Рич. А сейчас рекламная подборка для нашей аудитории в Чикаго и пригородах. Номера телефонов рекламной службы Свет Медиагрупп – 847 477 7770 в Чикаго или 561 906 6442 в Майами. Похоронный дом «Вайнстайн и Пизер» предлагает самые выгодные цены на все услуги, а также современный зал для прощания с близкими. Здесь помогают русскоязычным семьям более 30 лет и гордятся этим. Чуткие сотрудники понимают традиции и нужды каждой семьи и хорошо знают, что именно необходимо в трудную минуту. За дополнительной информацией звоните 847 256 57 00 847 256 57 00 Адрес 111 Скоке-Бульвар, Вилмет Дорогие родители! Хотите ли вы развить у вашего ребенка логическое креативное мышление, структурный подход к решению любых даже сложных жизненных задач, умение находить нестандартные решения, развить навыки работы в классе, ведение и пользование конспектами, которые подготовят его к учебе в колледже? Хотите видеть вашего ребенка, свободно выбирающего будущую престижную профессию, без страха за сложности с математикой? Все это вы найдете, записавшись в популярную по всей Америке и Канаде Russian School of Mathematics, RSM. За 25 лет своего существования школа, благодаря бесспорному успеху своих учеников, не раз привлекало к себе внимание таких популярных медиа, как Wall Street Journal, New York Times, Washington Post, Atlantic Magazine, NPR Radio и TED Talk. По оценке Центра для талантливой молодежи при Университете Джонса Хопкинса, RSM входит в десятку лучших образовательных программ в мире. К вашим услугам 5 действующих филиалов RSM в Иллинойс, в Баффало-Гроув, Виллинге, Скоке, Шамбурге и Напервиль. Для записи зайдите на сайт www.mathschool.com и нажмите на зеленую кнопку Schedule Evaluation, где вы сможете выбрать из списка школу, удобную для вас по месторасположению. После короткого 30-минутного собеседования вам будет предложен класс, наиболее подходящий вашему ребенку. Ждем вас. Наш телефон 855-628-48-55. 855-628-48-55. Если вам нужен безупречный, очень надежный во всех аспектах автомобиль, то рекомендуем Mercedes-Benz от Hoffman Estates. Это ваш дилер и неважно идет речь о новой или подержанной машине. Нуждаетесь в качественном техобслуживании? Понадобились запчасти для самостоятельной работы с автомобилем? Во всех этих случаях Mercedes-Benz Hoffman Estates является наилучшим ответом. От новых фургонов Sprinter до нового Mercedes любого класса. Выбор автомобилей здесь непревзойденный. Адрес – 10000 West Golf Road в Hoffman Estates, чуть к западу от I-90. Адрес в интернете – mercedeshoffman.com. Номер телефона – 847-885-7000. Mercedes-Benz of Hoffman Estates. Говорят по-украински, по-русски и по-польски. United Health Care Выбор плана Medicare – это серьезное решение. Принимать его с бухты-барахты не следует. Гораздо мудрее было бы присесть и поговорить с человеком, который знает о планах Medicare буквально все. У компании United Health Care много лицензированных агентов по продажам прямо здесь в Иллинойс, готовых ответить на все ваши вопросы по планам Medicare. Но мы рекомендуем проверенного человека – Полину Сигал. Звоните ей по телефону 1-847-452-8193 1-847-452-8193 Или зайдите на сайт uhc.com. Сергей Кучинский, ведущий адвокат юридической группы «Кучинский Лоу Групп», теперь сотрудничает с фирмой «Клиффорд Лоу Офисес» в Чикаго, одной из ведущих в стране юридических фирм, специализирующихся на делах, связанных с травмами и медицинской халатностью. Сергей свободно владеет русским и эстонским языками. Вместе эти компании будут вести ваши дела, связанные с медицинской халатностью, включая родовые травмы, черепно-мозговые травмы и хирургические ошибки. Также в компетенцию Сергея входят неправильная диагностика рака, ДТП, аварии с участием пешеходов и велосипедистов, травмы и гибели людей на железной дороге, авиакатастрофы, дела о дефектных изделиях, травмы на строительстве, взрывы, утопления, различные сложные дела, связанные с травмами и смертельным исходом. Звоните Сергею Кучинскому в случае травмы или трагической гибели близкого человека. Бесплатная консультация. Звоните по телефону 1-833-425-6529 1-833-425-6529 Или заходите на сайт www.cliffordlow.com Тапас гетана Восхитительная еда, широкий выбор тапас, в том числе множество вегетарианских и безглютеновых блюд. Теплая обстановка, уютное патио и вежливое обслуживание. Почувствуйте снова вкус настоящей Испании. Энди и Тапас Гетана Тим ждут вас. Номер телефона 847-784-93-00 Адрес ресторана 310-HUB-ROAD-NORSFIELD Адрес в интернете 3w-tapas-gitana.com Apex Windows Works Мы уже живем, работаем и рекламируем людей столько лет, что точно знаем, кто действительно хорош в своем деле. Apex Windows Works абсолютно лучший выбор для вас, если вам нужно заменить окна или двери на патио, отремонтировать затуманившиеся стекла или заменить треснувшее или разбившееся стекло, починить прогнившие оконные рамы и сделать из старого дека совершенно новый. Не ждите, пока ваши окна и двери засифонят на чикагских морозах и все ваши домашние начнут простужаться. А зима-то катит в глаза. Мастерские руки от доброй науки. И главное, ребята из Apex Windows Works это гарантированное качество и более чем умеренные цены. Рекомендуем с уверенностью, что вы останетесь довольны. ApexWindowsWorks.com или ApexDeckingUSA.com Номер телефона 847-916-85-55 847-916-85-55 Виллинг Advanced Windows Corporation Новые окна – это уют, красота и тепло в доме. Advanced Windows предлагают следующие виды окон. Подъемные, раздвижные, створчатые, навесные, панорамные, эркерные. Эркер – это выступающая часть фасада дома, остекленная частично или полностью. Архитектурные стили окон, раздвижные стеклянные двери для пэтио и европейские двери и окна. Приезжайте 4935 Уэст Лимойн Стрит, Чикаго. Там шикарный выставочный зал или заходите на удобно сделанный для вас веб-сайт www.advancedwindows.com И, конечно, звоните 773-379-35-00 773-379-35-00 Goldfish В школе плавания «Золотая рыбка» – Goldfish малыши учатся не только плаванию, но и тому, как преодолеть страх, быть упорным и достигать цели. Здесь помогают им расти здоровыми, счастливыми, маленькими людьми. 30-минутные уроки по индивидуальным программам, семейные и плавательные торжества, дни рождения и другие праздники. Номер телефона 847-897-43-00 Нурсбрук Адрес 3101 Данди Роуд Адрес в интернете 3w goldfishswimmingschool.com Глупый еврей хуже незваного гостя Лидер сенатского большинства Чак Шумер, самый высокопоставленный еврейский выборный чиновник в истории США, призвал Израиль как можно скорее провести новые выборы и заявил, что премьер-министр Нетаньяху сбился с пути и склонился перед требованиями экстремистов, а его правительство больше не соответствует потребностям Израиля после 7 октября. Шумер предупредил, что Израиль не сможет выжить, если станет изгоем, и что он испытывает на прочность американские стандарты оказания помощи. «Я считаю, что новые выборы – это единственный способ обеспечить здоровый и открытый процесс принятия решений о будущем Израиля в то время, когда так много израильтян потеряли уверенность в видении и направлении деятельности своего правительства», — сказал он. Фактически Шумер призвал Израиль сдаться, как недавно папа римский Украину. «Папа не понимает, что того, кого сегодня в России выбирают в пятый раз, уговорами и переговорами и соглашательством не остановишь, но только окрылишь». Да, можно быть папой и не понимать. Шумер сделал то же самое, только с наглым применением прямых угроз и шантажа. 73-летний Шумер родился в Бруклине в семье евреев, чьи дедушки и бабушки убежали в свое время из Четково, Западная Украина, опасаясь за свою жизнь. Чак никогда за свою жизнь не опасался и, как оказалось, настолько глуп, что не понимает, Израиль будет уничтожен, если у него отобрать право на самозащиту. Ну и это не все. Ближний Восток мгновенно превратился в эпицентр мирового землетрясения. Кроме того, именно этот корыстный человек, основными качествами которого являются лизоблюдство и приспособленчество, не имеет права советовать вообще никому, а уж Израилю тем более. Лично у меня, кроме омерзения, его заявление иных чувств не вызывает. Лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл возразил оппоненту, что главным препятствием на пути к миру являются террористы-геноцидники и коррумпированные лидеры палестинской автономии, которые отвергают мировые сделки. «Иностранные наблюдатели, которые не могут разобраться в этом, должны воздержаться от вмешательства в демократию суверенного союзника», написал МакКоннелл. Спикер Майк Джонсон поддержал его. «Это не только крайне неуместно, но и просто неправильно, когда американский лидер играет такую раскольническую роль в израильской политике, в то время как наш ближайший союзник в регионе ведет экзистенциальную борьбу за свое выживание», сказал республиканец из Луизианы. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт согласился с ними, написав в социальных сетях, что израильтяне выступают против внешнего вмешательства в их политику и что Израиль – независимая нация, а не банановая республика. Нетаньяху в это время встречался в штаб-квартире Министерства обороны с родственниками заложников, удерживаемых Хамасом в Газе, которые ранее заблокировали Хайвей, Айалон, Тель-Авиве и по горячим следам отказался комментировать слова Шумера. Который, конечно, понятия не имеет об испанском драматурге 17 века Педро Кальдероне, который метко заметил «Никогда не давайте совета тому, кто просит у вас столько денег». Бумеранг вернется в ноябре? Мы не удивимся, если выяснится, что мозговой центр американских демократов, инициировавших безумное количество уголовных дел против Трампа, что только прибавило ему огромное число сторонников, возглавлял болван Чак Шумер, который, напомню, недавно фактически призвал к свержению премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и проведения внеочередных выборов, поскольку он стоит на пути к миру. Шумер уверен, что оппонент Биби, Бенни Ганс, недавно посетивший Вашингтон и обработанный демократами, будет куда более заговорчивым. Притом он позволил себе беспрецедентные угрозы в адрес государства-изгоя и шантаж. В результате, если верить опросам, большое количество американских евреев, даже из числа так называемых «стержневых», испытали гнев. Они, конечно, не станут голосовать за Трампа, которого убежденно считают ища Диемада, но могут вообще отказаться от голосования. Нетаньяху сразу не стал отвечать, если не считать слова, вернее повторения слов, «мира не будет, пока Хамас не будет уничтожен» ответом Шумеру и всей нынешней Вашингтонской администрации. Если вы только что очнулись от литургического сна, то напомню. 7 октября 2023 года боевики Хамас совершили самое смертоносное нападение на Израиль в истории. После этого Израиль нанес также самые мощные в истории авиаудары по Газе. В результате атаки Хамас погибли 1200 человек в Израиле, и около 250 человек были взяты в заложники. По словам представителей Министерства здравоохранения Газы, погибли около 31 300 палестинцев. Нетаньяху стал гостем передачи о положении дел в стране на CNN, и Дана Бэш спросила его, «Возьмете ли вы на себя обязательство провести новые выборы, когда война закончится?» Это должен решить израильский народ. Я считаю, что слова господина Шумера, как бы выразиться помягче. Скажем, говорить об этом просто смешно и нелепо. Это как после 11 сентября вы ведете войну против Аль-Каиды, а высокопоставленный израильтянин говорит, «Знаете, что нам сейчас нужно, это либо новые внеочередные выборы в США, либо, если ваша система не позволяет, президент Буш должен уйти в отставку, и вы должны выбрать альтернативного лидера. Вы же этого не сделаете? Так с братской демократией и с союзником не поступают. Это совершенно недопустимо», – ответил израильский лидер. Нельзя обойти вниманием и тот факт, что и Дональд Трамп призвал Нетаньяху поскорее закончить войну в секторе газа в интервью программе «Медиабаз» канала Fox News. Это первый раз, когда Трамп призвал к прекращению войны после 7 октября. Вчерашние слова Трампа стали продолжением темы, которую он поднял еще в пятницу в беседе с ведущим программой Fox & Friends Брайаном Килмидом. Да, это было ужасное вторжение 7 октября. Оно имело место. Кстати, этого никогда бы не случилось, если бы я был президентом, – добавил он. Но вчера, в ответ на вопрос Говарда Курца о том, что бы он сказал сейчас Нетаньяху, Трамп заявил, «Вы должны закончить это, сделать это быстро и вернуться к мирной жизни. Нам нужен мир во всем мире. Нам нужен мир на Ближнем Востоке». Напомню, что первые дни после атаки Хамас Трамп критиковал Нетаньяху за неспособность предотвратить ее. Говорил, что разочарован Нетаньяху за то, что тот не помог в миссии, которая привела к убийству иранского генерала Касема Салеймани. В последнее время Трамп выражал поддержку Израилю, но избегал публично поддерживать Нетаньяху. Добро пожаловать в кассы Kitchen & Bath. Переделка кухни и ванной комнаты. Шкафы для них по индивидуальному заказу, возможно финансирование. Дизайн кухни. Полная перепланировка дома. Строительство лестниц. Переделка бейсмента, бетонные работы. Переделка инвестиционной недвижимости. Команда опытных дизайнеров и подрядчиков касса будет работать с вами, чтобы создать пространство, отвечающее вашим потребностям и бюджету. Гарантируем высококачественное исполнение и отличное обслуживание. Говорим на русском, молдавском и английском языках. Посетите наш выставочный зал по адресу 654 Иллиной Роуд 59, Нейпервиль. Номер телефона 630 857 09 34. Адрес в интернете www.kasakitchenandbeth.com КРД Аккаунтенс. Бухгалтерская фирма КРД поможет разработать стратегию, ввести бухгалтерский учет и снизить налоги. Все для того, чтобы ваш бизнес стал более прибыльным. Налоговое и финансовое планирование. Подготовка налоговой декларации. Аутсорсинговые бухгалтерские услуги. Учет клиентов и консультационные услуги. Финансовая отчетность, аудит, обзоры и компиляции. Оценка бизнеса. Комплексная проверка слияний и поглощений. Планирование. Анна Лукьяновский и Роберт Эйзенштадт. Номера телефонов 847-278-44-22 847-240-10-40 Адрес 1051, периметр драйв, 9 этаж, Шаумбург Адрес в интернете 3wkrdcpas.com Sweet Home Gelato Настоящая итальянская джелата, приготовленная вручную. Пальчики оближешь. В этом кафе вы можете отведать более 30 разновидностей джелата, 18 видов в сорбе, кофе, шейки, печенье. Заказывайте онлайн 6 разновидностей джелата на любой праздник, семейное торжество или корпоративное мероприятие. Выбирайте, какое кафе ближе к вам. Новая локация в Хайлэнд Парк. 1853, 2-я улица, Хайлэнд Парк. Телефон 847-432-2233. Другое кафе 518 Милвокия Авеню, Либертивиль. Телефон 847-984-2544. И третье кафе 50 South Main Street, Suite 138. Напервиль. Телефон 630-210-8457. Адрес в интернете 3wsweithhomegelato.com 3C Automotive and Repair. Ниже цены, выше качества. Мастерская по ремонту всех марок автомобилей, отечественного и зарубежного производства. Все виды механических работ. Ремонт и заправка кондиционеров. Компьютерная диагностика. Прохождение эмишн-тест и буксировка. Адрес 8256 Линкольн Авеню, Скоуки. Номер телефона 847-982-6560. ФИМА. Адрес в интернете 3w3cauto.com Once upon a bagel. Качество, сервис, работа в вашей общине и традиции с 1982 года. Если вы торопитесь и нужно быстро, но очень качественно и вкусно перекусить, или у вас есть время и вы решили поужинать всей большой семьей, мы позаботимся о вас. Мы – большая компания, способная удовлетворить все ваши потребности. Посетите наши рестораны с теплой и гостеприимной атмосферой. Попробуйте любовь на вкус. Полное обслуживание плюс кейтеринг. Заказать онлайн можно на сайте onceapononline.com. Адреса ресторанов. Once upon a bagel. 1050 Gage Street, Винетка. Номер телефона 847-784-14-11. 1888 First Street, Highland Park. Телефон 847-433-14-11. Once upon a grill. 2758 Dundee, Норсбрук. Номер телефона 847-562-14-11. Once upon a daily. Адрес 2774, Dundee, Норсбрук. Номер телефона 847-564-14-11. Также приглашаем вас посетить The Mean Winner в Хайвуде. Хот-доги, бургеры, говядина, курятина и аутентичное меню мексиканской кухни. Адрес 532 Sheridan Road, Хайвуд. Номер телефона 847-266-14-11. 100 Dollar Flowers. Цветы по всем поводам. Красиво. Номер телефона 773-999-29-29. Шамбург, но доставка в любое место. Говорят по-украински и по-русски. 773-999-29-29. 100 Dollar Flowers. Family Dental. Группа дантистов под руководством доктора не дали обида, приглашают вас в одну из двух клиник, расположенных на 52-06 Lincoln в Чикаго. Телефон 773-561-5106. И на 33-32 Western тоже в Чикаго. Телефон 773-327-65-00. Стоматология для всей семьи. Говорим по-украински и по-русски. Принимаем большинство страховок. Общая и косметическая стоматология. Импланты, коронки и мосты. Ортодонтия. Чикагский симфонический оркестр представляет Клауса Мякеля и Юджу Ванг. Зиновьев – батарея. Барток – концерт для фортепиано с оркестром номер два. Шостакович – симфония номер десять. Сан-Франциско Хроникл написала недавно. Юджа Ванг – совершенство. Просто самая ослепительно, неуловимо одарённая пианистка в современном концертном мире. Покупайте билеты прямо сегодня. Симфонический центр. Адрес. 220 САУС МИЧИГОН ОВЕНЮ. Адрес в интернете – cso.org. Номер телефона – 312-294-30-00. Концерты состоятся 4, 5 и 6 апреля. Это был последний рекламный блок на сегодня, а мы продолжаем с обзором американских и мировых событий. Землетрясение на рынке недвижимости. Начиная с середины июля комиссионные в размере 6%, в настоящее время стандартные для сделок по покупке жилья, больше не действуют. И это революция на рынке недвижимости в США. Национальная ассоциация риэлторов объявила о заключении мирового соглашения с группами продавцов жилья, согласившись положить конец антимонопольным искам, выплатив 418 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба и отменив правила комиссионных. Ассоциация, которая представляет более миллиона риэлторов, также согласилась ввести в действие ряд новых правил. Одно из них запрещает включать вознаграждение агентов в объявления, размещенные на местных централизованных порталах, известных как сервисы множественных объявлений, что, по мнению критиков, заставляло брокеров навязывать клиентам более дорогие объекты. Другое правило отменяет требования о том, чтобы брокеры подписывались на сервисы множественного листинга, многие из которых принадлежат дочерним компаниям NAR, где дома получают широкий обзор на местном рынке. Еще одно новое правило потребует от брокеров покупателей заключать письменные соглашения со своим покупателем. Это соглашение фактически разрушает существующую бизнес-модель покупки и продажи жилья, в которой продавцы платят как своему брокеру, так и брокеру покупателя, что, разумеется, искусственно повышает цены на жилье. По некоторым оценкам, комиссионные за продажу недвижимости упадут на 25-50%, сообщает TD Cowan Insight. Это откроет возможности для альтернативных моделей продажи недвижимости, которые уже существуют, но не занимают значительной долей рынка, включая брокерские компании с фиксированной оплатой и дисконтные брокерские компании. Акции риелторских фирм Zillow и Compass упали более чем на 13%, поскольку инвесторы опасаются, что снижение комиссионных для агентов может привести к сокращению бизнеса риелторских платформ. Zillow предупредила, что если комиссионные агентов будут значительно снижены, это может привести к сокращению маркетинговых бюджетов партнеров по недвижимости или уменьшению числа партнеров по недвижимости, участвующих в отрасли, что может негативно сказаться на нашем финансовом состоянии и результатах деятельности. Акции брокера недвижимости Redfin также упали почти на 5%. Между тем, акции компаний-строителей жилья выросли на фоне новостей. Акции Lennor выросли на 2,4%, акции Pult Group на 1,1%, а акции Toll Brothers на 1,8%. При средней цене американского дома, выставленного на продажу 417 000 долларов, продавцы хотят более 25 000 долларов в качестве брокерских комиссий. Эти расходы перекладываются на покупателя, что приводит к росту цен на жильё в Америке. В ноябре Федеральный суд присяжных в Миссури признал NAR и две брокерские компании ответственными за ущерб в размере 1,8 млрд долларов за сговор с целью поддержания искусственно высоких комиссионных для агентов. Поскольку это было антимонопольное дело, NAR потенциально может понести тройную ответственность – 5,4 млрд долларов. NAR пообещала обжаловать решение суда, но другие брокерские компании пошли на сделку и в итоге NAR тоже согласилась. Продавцы жилья, подавшие иски против NAR, утверждали, что на конкурентном рынке стоимость комиссионных агента-покупателя должна оплачиваться покупателям, получившим услугу, а не продавцом. Продавцы, подавшие иск против NAR и брокерских компаний, утверждали, что покупатели должны иметь возможность договориться с агентом о размере комиссионного вознаграждения и что продавцы не должны нести ответственность за его выплату. Это соглашение открывает дверь на более конкурентный рынок жилья. Теперь риэлторы смогут конкурировать между собой по комиссионным, что позволит потенциальным покупателям изучить расценки, прежде чем они решатся на покупку жилья. Брокеры могут начать рекламировать свои комиссионные, что позволит покупателям выбирать более дешёвых агентов. NAR в своём заявлении не указала предлагаемую комиссию. По словам Норма Миллера, заслуженного профессора недвижимости из Университета Сан-Диего, это самое большое изменение на рынке жилья США с 1900 года. У него был непростой характер, но он всё равно был лучшим. Василий Уткин придумал спортивную журналистику в России и вырастил целое поколение футбольных комментаторов. Вот каким они его запомнят. Источник Медуза. Вечером 19 марта в Москве умер Василий Уткин, журналист и футбольный комментатор, которого знали даже те, кто никогда не любил футбол. Именно Уткин придумал российскую спортивную журналистику, сделал её гибкой, живой и остроумной. На его репортажах выросло целое поколение молодых комментаторов и корреспондентов. Многих из них он лично учил профессии. Кооператив независимых журналистов «Берег» попросил коллег Василия Уткина рассказать, каким человеком и наставникам он остаётся в их памяти. Из любезного разрешения издания «Медуза» публикует их рассказы. Сергей Кривохарченко. Журналист настоящего времени. Не буду углубляться в свои чувства. За последние два года столько событий произошло, что чувства откровенно говоря притупились. Для меня, как и для очень многих футбольных комментаторов в России, Василий Уткин был учителем. Просто потому, что он был старше, потому что он приглашал на телеканал НТВ плюс и в программу «Футбольный клуб» молодых журналистов и тех, кто только начинал работать журналистом. Меня, например. Я тогда вообще ничего не умел. Он тратил много времени и сил, чтобы учить людей профессии. Кого-то практически с нуля. он был непростым человеком, регулярно ссорился и мирился с лучшими друзьями, коллегами. Его стиль управления, наверное, был близок к авторитарному. Но это не так важно, потому что для российского спорта и российской спортивной журналистики он сделал множество важных вещей. Он начинал в 90-е, когда мало кто понимал, как рассказывать о спорте литературным, образным и ярким языком. А он как раз-таки показывал, что это можно и нужно делать. И поэтому многие хотели и пытались ему подражать, что было сложно, учитывая то, насколько талантливым человеком он был. Он категорически изменил российскую журналистику. Он цитировал кого угодно из поэтов и писателей любых эпох. Но самое важное, он показывал, что со спортсменами и с тренерами можно общаться не так, как это было принято в советское время, задавая кондовые и тупые вопросы, совершенно одинаковые после каждого матча, проигранного или выигранного. Василий Уткин общался с ними человеческим языком. В 90-е и 2000-е годы российский спорт становился гораздо более открытым, дружелюбным и к журналистам, и к болельщикам. И он, Уткин, помогал ему меняться. Футболисты и тренеры, которые тоже много слушали Василия Уткина, начинали вести себя по-другому во время интервью. И это касается не только телевизионной и спортивной журналистики. Это касается и его текстов на sports.ru и в журнале ProSport. Пишущие журналисты тоже увидели, что спорт – это не только забитые голы. Это такая большая область человеческой культуры, о которой нужно рассказывать соответствующим образом. Поэтому его уход – это в какой-то степени конец эпохи. Русский спорт после начала войны потерял очень многое. Лигу чемпионов для футбольных клубов, Олимпиаду как таковую, чемпионаты мира, Европы для сборных команд России. Теперь он потерял еще и Василия Уткина. Это даже символично. Расскажу важнейшую историю в моей жизни. Если бы не эта история, непонятно, кем бы я работал сейчас и где. Мне было 18 лет. Я полгода проработал в подмосковном канале «Московия» внештатным корреспондентом. Как человек, который все детство смотрел футбол, я больше всего на свете мечтал работать в футбольном клубе. В какой-то момент я подкараулил Васю Уткина у лифта в Останкино и сказал, что меня зовут Такта и я очень хочу работать в футбольном клубе. Вася, я только недавно понял, что ему тогда было всего 28 лет, он уже воспринимался как совершенно легендарный телеведущий и спортивный комментатор. Почему-то не послал меня куда подальше, а сказал «давай приноси свои сюжеты, я их посмотрю и поговорим». Я согнал свои сюжеты на кассету, пришел к нему и он даже не стал их смотреть. Сказал, что и так прекрасно себе представляет, что там увидит. Мы полчаса поговорили в столовой Останкино и он решил, что можно попробовать. Просто привел меня на телеканал НТВ плюс и сказал «знакомьтесь все, это Сережа, он будет у нас стажироваться». Так все и началось. Почему Вася решился на этот эксперимент я не знаю, но он действительно обладал каким-то потрясающим чутьем. Он привел на канал огромное количество людей, которые потом стали звездами. Георгия Черданцева, Алексея Андронова, Тимура Журавеля, Романа Нагучева, Романа Гудсайта. Он любил возиться с молодыми и потратил на нас очень много времени и сил. Именно поэтому он так сильно повлиял на всю журналистику. А на этом сегодня все. С вами у микрофона был Сергей Сосновский. Желаю вам продуктивной и спокойной будущей недели. Всего хорошего. До свидания.